Слава Богу, братья и сестры, милости полон Ты. И это действительно так и есть. Наш Господь, Он есть Бог милостивый, и по милости Его мы с вами еще живы. Мы с вами находимся на этом месте, и мы можем прославить нашего Господа. И хоть нас здесь немного, и как мы уже слышали, Господне Слово говорит, что где двое или трое, то там и Господь среди нас. Слава нашему Господу. И это одно из Его обетований, одно из Его благословений, и оно действительно так и есть. И мы читаем в Священном Писании, что Господь, Он даже своих учеников, Он когда их посылал на определенный труд, Он посылал их подвое. Потому что двоем уже легче идти, знаете, двоем уже можно друг друга поддерживать. В другом месте Господь говорит также об отношениях мужа к жене, говорит, что двоем они тоже крепче. Если друг один будет падать, то другой может поддержать такого человека. И поэтому, когда мы сходимся на это место, двое или трое, то уже Господь на этом месте. Слава нашему Господу. Знаете, мы с вами стоим в преддверии пасхальных праздников. И я бы немножко хотел говорить на эту тему, потому что это важно. Знаете, это великая милость Господня, то, что Господь сделал для каждого из нас. То, что Господь сделал даже не то, что для нас, а для всей Вселенной. Он принес эту пасхальную жертву своего Сына Иисуса Христа. И мы теперь с вами посредством Его крови мы являемся детьми Божьими. Мы являемся братьями и сестрами друг к другу. Слава нашему Господу. Я буду читать послание апостола Павла Коринфянам. Буду выборочно читать. Это 15 глава. 1 Коринфянам 15 глава. Третий стих и ниже. Ибо я первоначально преподал вам, что и Сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И что Он погребен был. И что воскрес третий день по Писанию. И что явился Кифий, потом 12. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. После всех явился и мне, как некому извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Такое было слово обращено к Коринфянам. И апостол Павел, он говорит о том, что он уже предвещал им, о том, что он уже говорил им раньше. И он дает здесь напоминание, опять говорит им, что Христос однажды Он пришел. Христос, Он однажды умер за грехи наши, потому что об этом говорит Писание. И оно подтверждается. И написано также, что он говорит, что он третий день воскрес, слава нашему Господу. И этим словом мы с вами живем. И это слово, оно нас укрепляет. И дальше он говорит, что Господь являлся ученикам. Он являлся апостолом. Он являлся и Кифий являлся, и Иакову являлся. Но он говорит, что и однажды Христос явился и в мою жизнь, за что он благодарен Господу. И знаете, братья и сестры, однажды в нашей с вами жизни тоже произошло нечто необыкновенное. Христос пришел в наше сердце, слава Господу. И мы с вами теперь на этом месте, потому что однажды, можно даже и сказать, как недостойным людям этого мира Господь открылся, и Он дал Свою милость каждому из нас, слава Господу. И поэтому мы приходим на эти места, мы приходим в дом молитвы, не для того, чтобы решать какие-то вопросы или заниматься какими-то делами, но мы приходим сюда, чтобы прославилось имя нашего Господа. И дальше апостол Павел, он дает такой упрек коринфянам, и он говорит им, что дошел до него такой слух, что есть некоторые из вас, которые не верят в воскресение. И он говорит такие слова уже с 13 стиха. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскрешают. Ибо если мертвые не воскрешают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. А если мы в этой только жизни надеемся Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживают. Слава Господу! И эти такие слова, когда мы прочитываем, они действительно ободряют нас. И мы с вами понимаем, что действительно Христос не только пришел на эту землю, чтобы умереть, но Он также пришел для того, чтобы и воскреснуть. А воскреснуть для того, чтобы у нас с вами была будущность, чтобы у нас с вами была надежда. И мы понимаем, что там на небесах Он ждет каждого из нас. Он ждет там свою церковь, Он ждет там свою невесту. Слава за это нашему Господу! И эти слова, они ободряют нас, потому что мы, прочитывая их, мы верим, что придет тот момент, когда каждый из нас, Он воскреснет для нашего Господа. Если кто еще застанет это пришествие Господня, когда Он будет еще живым, то Он просто поменяется. Но те люди, которые умели во Христе, они воскреснут однажды, и они предстанут там пред Господом на небесах. Слава нашему Господу! И поэтому апостол Павел говорит, что как однажды через Адама пришел грех в эту землю, то так однажды через Христа, через второго Адама, уже пришло спасение для этого человечества. Слава Господу! И поэтому сбывается Слово Божье, сбывается то пророческое Слово, которое было за много лет сказано. И мы видим, что апостол Павел в этом утверждается, и он в этом убеждается, и потому он говорит эти слова, цитируя их из Священного Писания. И дальше он говорит, что каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его, а затем конец. Слава нашему Господу! И мы с вами стремимся к этой кончине, и мы знаем, что она не заканчивается, эта жизнь на этой земле просто так, но мы верим, что есть там на небесах будущность, есть там то, к чему Господь так призывает нас, и мы верим, что там на небесах мы уже встретимся с друг другом. Слава нашему Господу! И дальше в этой же главе апостол Павел, он говорит такие слова 55-м стихом, что смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? И действительно эти слова не сбылись, потому что смерть, она не смогла удержать Господа. Знаете, ад, он не смог ничего сделать, и потому Христова кровь, она пролилась на этой земле, и Христова кровь, она принесла победу для верующих людей. Слава нашему Господу! И знаете, братья и сестры, рассуждая об этих событиях, размышляя над тем, что Господь сделал некогда для нас, о чем мы будем с вами участвовать и в четверг, и мы будем вспоминать то, что Господь сделал, знаете, та его голговская жертва, та его святая пролитая кровь за каждого из нас. Мы будем много слышать слова именно на эту тему, мы будем с вами вспоминать его страдания, мы будем с вами проверять свою внутренность, мы будем смотреть, каковы мы сегодня перед нашим Господом, как мы сегодня ходим перед Ним, каково состояние каждой души. И знаете, Господь, Он говорит Слово Свое, которое нас утешает. И перечитывая эти места и Священного Писания, мы действительно понимаем, что Господь, мы недостойны этой жертвы. Но Господь, говорит Слово Божье, настолько возлюбил каждого из нас, что Господь, Он отдал Сына Своего Единородного за тебя и за меня, дорогой брат и сестра. Знаете, буквально вчера я слушал свидетельство одного брата, там на Украине, с той местности, где мы жили. И вот Он говорит свидетельство, как Он принял одну семью. Та семья, которая из беженцев, они там в Запорожской области. И Он говорит их свидетельство. И говорит, что там эта многодетная семья, говорит, и муж, жена, там пятеро или шестеро деток у них, еще жена в положении. И говорит, они молились о Господу, они не знали, как им дальше идти. И говорит, что летали эти ракеты. Они находились в таком местности, где, говорит, с одной стороны летят украинские, с другой стороны летят русские. И над их небом вот эти все звуки. И они все это видели и слышали. И говорит, переживание такое было. И Господь приводил в такое состояние, что они просто постоянно молились о Господу. Искали Его лица. И они искали Его волю. И Господь, что Ты хочешь, чтобы мы делали дальше? Что нам делать, Господь? И вот, говорит, в очередной раз, когда начались вот эти бомбежки, и говорит, мы просто молились. Мы долго молились. И говорит, и в той молитве Господь, Он крестил всех наших детей Духом Святым. И знаете, братья и сестры, буквально на следующий день Он говорит, Господь сказал слово такое, что вставайте и выходите с этой местности. Они встали и вышли. Они пошли дальше. И проходит некоторое время, там буквально пару дней, и они уже слышат, что та местность, откуда они вышли, уже там закрыта, уже все, никого не выпускает. И Господь дал им такую милость. И Господь сказал им, что выходите, потому что их сердце было настроено на эту волну Божьего голоса. Но я, с другой стороны, братья и сестры, думаю, что сегодня нужно Господу сделать в нашей жизни, чтобы мы начали слушать Его голос. Что сегодня нужно Господу сделать, чтобы мы начали ходить в собрания, чтобы мы полюбили молитву, чтобы мы начали обращаться к нашему Господу. Иногда Господь допускает такие трудности. Иногда Господь дает такие неопределенные обстоятельства в нашу жизнь, когда человек начинает молиться. Но мы ведь, братья и сестры, ничем не лучше этих людей. Мы ничем не лучше тех людей, которые страдают сегодня, которые переносят какие-то тяготы. Мы ничем не святее за их, братья и сестры. Но Господь дает этот пример. И мы с вами видим, что Он хочет, чтобы Церковь Божья, она стала сегодня в правильном положении перед Господом. Чтобы мы искали Его лица, несмотря на обстоятельства. Чтобы мы понимали, что Господь, Он силен дать сегодня победу. Он силен дать сегодня ответ на Твою и мою нужду. Но Он хочет, чтобы мы искали нашего Господа. Что эти глаговские страдания, которые Он там перенес за Тебя и за Меня, они не были напрасны. Но чтобы мы оценили эту жертву. И эта жертва, она весьма велика. Слава нашему Господу. И знаете, действительно, эти слова, они апостола Павла, где он говорит, что смерть, где Твоя жала? Знаете, нету этого жала, потому что Господь победил, слава Господу. И Он доказал, дорогие братья и сестры, что кровь Иисуса Христа, она сильна сегодня, дать Тебе победу. Она сильна сегодня, привести Тебя в то должное состояние, чтобы мы стояли перед нашим Господом, и чтобы мы могли Его благодарить за все Его милости. Он достоин этой славы. И знаете, много сегодня переживаний, много сегодня волнений, и люди метутся, люди ищут какой-то ответ, люди ищут какой-то помощи через других людей. Но Господь хочет, чтобы мы сегодня обратились именно к Нему, слава нашему Господу, потому что в Нем все ответы, потому что Он может дать свободу для Твоей души и для Твоего тела. Он сегодня, знаете, мы порой приходим, и мы ищем лица Господнего. Мы хотим, чтобы Господь действовал Духом Святым. Мы хотим, чтобы Господь давал исцеление. Но иногда, вы знаете, стоит что-то между нами и нашим Господом. Это является тот грех, который препятствует. И этот грех, Он не дает тебе сегодня прийти к Господу, и Он не дает сегодня, чтобы ты мог приблизиться к своему Отцу. Но Господь, Он победил этот грех, слава нашему Господу. И поэтому мы приходим сюда, чтобы возблагодарить Его. И поэтому мы приходим, чтобы преклониться перед нашим Господом, для того, чтобы Его имя было прославлено. На Евангелии от Марка 16, 16 написаны такие слова. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Это и слова Господа нашего Иисуса Христа. И Господь сказал, что нужна эта вера живая, вера в нашего Господа. И Он желает, чтобы каждый из нас, чтобы мы сегодня приблизились к нашему Господу, чтобы была эта вера в Господа Христа, в Его святую кровь, чтобы это не было просто каким-то мифом или каким-то рассказом, но чтобы мы поверили в это от чистого сердца. Дорогие братья и сестры, и поэтому есть за что благодарить, есть за что воздавать хвалу нашему Богу, потому что любовью вечной Он возлюбил тебя и меня. И потому Он простер свое благоволение каждому из нас. Знаете, хоть Он и пришел на эту землю для своего народа, и говорит Писание, но и они Его не приняли. И поэтому благодать Божья, она открылась не только для израильтянов, но также и для язычников, отчего мы с вами являемся свидетелями славы Господу. Что Слово Божье, оно живое, и оно действующее. И поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами помолиться нашему Господу, воздать Ему хвалу, потому что эта слава Господня, она действительно принадлежит только Ему. Чтобы сегодня никакой человек, никакой, знаете, проповедник, он не думал, что что-то он там свое может сказать. Но чтобы все это было для славы нашего Господа. И давайте преклонимся и поблагодарим Его. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. Аллилуйя, Отец, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Рабадаракиндр, Аллилуйя. Аллилуйя, Ава, Оч, Романаракабадаракиндр, Аллилуйя. О Господь рамана ракана ракабада ракиндер, Аллилуйя, 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 Чед Аллилуйя О, Господь, велика милость Твоя, Ромара, Киндер, Аллилуйя. Аллилуйя, благодарим, благодарим Тебя, Ромара, Киндер, Аллилуйя. О, Отец, Аллилуйя, Свят, Свят, Ромара, Киндер, Аллилуйя. О, Господь, Хабадара, Кабадара, Киндер, Аллилуйя. Аллилуйя, Ты достоин славы, Отец, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Ромара, Киндер, Аллилуйя. Благодарим Тебя, Аллилуйя. Аллилуйя, Ты достоин славы, Аллилуйя. А Боже Господь, Ромара, Киндер, Аллилуйя. О Отец, Барака, Бодара, Киндер, Аллилуйя. О Дух Святой, Ромара, Кирику, Бодара, Киндер, Аллилуйя. Аллилуйя, мы славим Тебя, Аллилуйя. Мы преклоняемся перед Тобою, Господь, Аллилуйя. Аллилуйя! Дух святого, бодраком, 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 б Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Отец, Аллилуйя, Слава, Слава Тебе, Аллилуйя, А воочи Господь, Ромара Кирику, Бодарок Индер, Аллилуйя, Аллилуйя, Уча Бодарок Индер, Аллилуйя, Аллилуйя, Отец, Аллилуйя, Аллилуйя, Благодарим Тебя, Аллилуйя, Благодарим Тебя за спасение, Аллилуйя, за Духа Учешителя, Аллилуйя, О Господь, Робара Киндер, Аллилуйя, Благодарение Тебе, Господи Бог, Аллилуйя, Благодарение Царцаре, Благодарение Тебе, Господи Бог, Аллилуйя, 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 Песня. 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Ты достоин славы, Господь! Аллилуйя! Благодарим Тебя за милость Твою, Аллилуйя! Благодарим Тебя, Отец, Або, Отче! Ты продлеваешь дни жизни, Аллилуйя! Ты даешь мирное небо, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Отец Ромара Киндер, Аллилуйя! Або, Отче, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Помоги, чтобы мы были благодарны, Аллилуйя! И чтобы мы оценили милость Твою, Господь, Аллилуйя. О, Господь наш и Бог наш, Аллилуйя. Аллилуйя, слава, слава Тебе, Аллилуйя. Благодарение Тебе, Господь, Аллилуйя. А во Отче Дух Святого, Маракиндер, Аллилуйя. Ища баракирыка, Маракиндер, Аллилуйя. Аллилуйя, слава, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, Аллилуйя, укрепи, Господи, Аллилуйя, укрепи наш народ, Аллилуйя, укрепи вефезду, Господь, благослови, Аллилуйя, чтобы, Господи, возгорелись для Тебя, Аллилуйя, чтобы наше сердце было полно жажды по Тебе, Аллилуйя. О Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Четра, Баракиндер, Аллилуйя, Ища, Бадарака, Баракиндер, Аллилуйя, Слава, Слава Тебе, Аллилуйя, Благодарим Тебе, Господь, Аллилуйя, Благодарим Тебе, Рабаракиндер, Аллилуйя, Ава, очи, Господь, Аллилуйя, Ава, очи, Царь, Царь, Рабаракиндер, Аллилуйя, 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 Чет, Аллилуйя, Хаба, Рокиндер, Аллилуйя! О, Господь и Бог, Аллилуйя! Аллилуйя, слава, 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 Аллилуйя! О, Рокиндер, Аллилуйя! О, велика Твоя милость, Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Хаба, Отче Господь, Хаба, Рокиндер, Аллилуйя! Мы преклоняемся перед Тобой, Аллилуйя! Хаба, Отче Дух Святой, Рокиндер, Аллилуйя! Хвала Тебе, Господь, хвала Тебе, Отец наш, Аллилуйя Благодарим Тебя, Робара Киндер, Аллилуйя Благодарим Тебя, Господь, Ава Отче Благодарим Тебя, Господь, что там на Голгофе, Господь Ты принес эту жертву за нас, Господь, Аллилуйя Благодарим Тебя, Отец, за эту великую цену, Господь, Аллилуйя Мы благодарим Тебя, Господь, что там, Господь, Ты победил смерть, Господь, Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Отец, Алла-Отче, что во имя Иисуса Христа, Господь, мы имеем сегодня спасение, Аллилуйя. Мы, Господи Божий, имеем, Господи, там, Господи, ту отчизну, которая ждет нас, Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Отец, Аллилуйя. Аллилуйя, что в крови Христа мы имеем исцеление, Аллилуйя. О, Господь, аллилуйя, что Ты обылл наши грехи, аллилуйя, О, Отец Ромара Киндер, аллилуйя, аллилуйя, слава, слава Тебе, аллилуйя, что нету другого имени, но только во имени Иисуса Христа, аллилуйя, сегодня спасение, аллилуйя, Господь, аллилуйя, Отец, Аллах, Отче, аллилуйя, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, что Ты воскрес на третий день, аллилуйя, Благодарим Тебя, Отец, Аллилуйя А воочи, Господь, Аллилуйя Хвала Тебе и слава Тебе, Господь, Аллилуйя Благодарим Тебя, Иисус, Аллилуйя И помоги нам, Господь Помоги нам, Боже, оценить это время, в котором мы живем, Аллилуйя Помоги нам, Господи, чтобы мы пользовались, Господи И благодарили Тебя, Господь, Аллилуйя Пока есть время благоприятное, Аллилуйя Чтобы, Господи, Боже, мы укреплялись в Тебе, Аллилуйя Чтоб, Господи, мы искали Тебя, Господь, Аллилуйя, и пребывали всегда в Тебе, Господь, Ава, Отче, Аллилуйя. Благослови, Господи, Вефезду, Аллилуйя. Благослови, дай Боже, милость Твою для народа Твоего, Аллилуйя. Благослови, Господи, Дух Святой работал среди нас. Чтоб, Господи, Боже, сила Твоя проявлялась, Аллилуйя. Чтоб мы, Господи, взыскали Тебя, чистого сердца, Аллилуйя. Ава, Отче, Господь, Аллилуйя. Просим Тебя, Иисус, во имя Христа, Аллилуйя. А также, Господи, просим там за наших братьев и сестер, которые на Украине находятся, Господь. Ты дай Боже, милость, Господи. Ты видишь каждую семью, Господь. Ты видишь, Господи, каждый дом, Господи, их непереживание, Господь. Через то, кто проходит, Господь, Аллилуйя. О, Отец Ромара Киндер, Аллилуйя. Ты, Господи, допустил им пройти, Господь. И мы верим, Господь, что Ты силен и провести, Аллилуйя. Ты силен, Боже, привести в должное состояние. Ты силен, Боже, коснуться их сердец, Аллилуйя. И кого нужно, Боже, и пробудить, Аллилуйя. О, Господь, Ты дай милость, Господь, для Твоей местности, Аллилуйя. Ты, Боже, пошли в силу Духа Святого, Аллилуйя. Чтобы народ, он возжаждал Тебя, Господь. Чтобы народ, он приблизился к Тебе, Отец, Аллилуйя. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. О, Господь, мы верим, Господь, что забота Твоя, она велика, Господь, Аллилуйя. Благослови, Отец, Аллилуйя. Благослови, Боже, все в Твоих руках, Аллилуйя. Ханай нам, Господи, этим временем, Господи, рассуждать, Господь, и вникать в Слово, Господь, и проверять свое хождение пред Тобою, Господь. Помоги нам, Господь, Аллилуйя. А воочи, Дух Святой. А Тебе за все да будет слава, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец, Аллилуйя. Аминь. 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 За то, что Он за нас пострадал, дал нам надежду, Он пострадал незаслуженно, это было определение от Господа, это был Божий план, которым Иисус Христос, Он прошел, Он исполнил волю Отца ради того, чтобы нас спасти, ради того, чтобы мы не погибли, потому что написано, что плата за грех есть смерть. Но дар Божий – это жизнь вечная, это подарок, это незаслуженно, это милость, благодатью вы спасены, написано, не от дел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не сказал, что я заслужил спасение, никто не заслужил, это милость Божия, слава Господу. Прочитаю первое место, записаны такие слова. Притча 19 глава 21 стиха. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господа. Знаете, люди много о чем могут размышлять, могут некоторые мечтать о чем-то или даже строить какие-то злые планы относительно других людей, какие-то ковы. Но написано, что состоится только определенное Господа. Свершится только то, что Бог определил. И есть, знаете, Божье определение, есть Божьи границы. Когда Бог ставит, и иногда человек, он думает, что это он такой, это он такой сильный, могущественный. Помните за одного царя, который был во времена царствования Езекии, царя Езекии. Если вы помните, у него был один из военачальников Рапсак. И он пришел туда, к израильскому народу, и он говорил, что сдавайтесь, потому что в нас есть сила, мы можем вас победить. И он поносил даже Бога, он говорил Езекии, что не надейся на Бога, Бог твой тебя обманет. Потому что Езекия надеялся на Бога, и всему народу сказал, чтобы он надеялся на Бога. Помните, он даже письмо написал, послал Езекии о том, что помогли ли Боги там и так дальше. Но Езекия, он пришел в Дом Божий. Знаете, интересно, я перечитывал эти места, когда Езекия слышал какую-то эту плохую новость, он и шел в Дом Божий. Он начинал молиться, он развернул это письмо пред Богом и говорит, да, Господи, действительно, действительно, эти народы пострадали от этого царя. Но они надеялись на Богов, которые не Боги. Но ты Бог живой. И интересно, Бог ответил, и написано к этому царю ассирийскому, говорит, кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос, и поднял так высоко глаза свои на святого Израилева. И 25 стиха. Я знаю за твою дерзость против меня. Тем, что ты опустошаешь укрепленные города. Бог говорит, это было мое определение. Это был как бы мой план. И я просто тебя в этом деле как допустил или позволил, чтобы ты это делал. Но это было уже издавна предначертано. И вот это местописание, которым я прочитал в начале, что много замыслов в сердце человека, но состоится, и тут написано, только определенное Господом. Только то, что Бог определил, только то, что, знаете, написано в Библии, все, что написано в Библии, оно сбудется. Как бы человек себе не думал, как бы, что бы не строил, будет только это. Но, знаете, но относительно нашей жизни, лично нашей жизни, есть тоже Божье определение. Есть тоже Божий план для нашей жизни. Но он состоится только если мы выполним условия. Если мы выполним условия, потому что в Трозаконе 30 глава написано с 19 стиха. «Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, изберешь жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Люби Господа Бога твоего, слышал, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятвою обещал отцам твоим Аврааму Исааку Иакову дать им». Господь, это было прежде всего обращение Господа к израильскому народу. Он говорит, что «Я призываю вас, свидетели, небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, изберешь жизнь, дабы ты жил». То есть, если будешь Господа любить, если будешь слушать Его глаз, если твое сердце, оно прилепится к Нему. Написано, ибо в этом твоя жизнь, в этом твое благословение. Бог хочет благословить, Бог хочет благословить человека, но есть условия от Господа. Определение или намерение Господне к нам во благо, а не во зло, дабы дать нам будущность и надежду. Но из-за того, что человек иногда неправильно выбирает, знаете, по своей глупости, я бы сказал, потому что разумно избрать жизнь. И написано 19 глава притчи, 3 стих. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Глупость человека извращает путь его. То есть, он поступает по своей глупости и потом даже обижается на Бога. Негодует на Бога, почему у меня это, почему у меня то. Но ты просто поступаешь по глупости. Поступаешь не так, как написано в Божьем Слове. Поэтому вот такие последствия. И еще одно место написано. Экклезиаста, 7 глава, 17 стих. «Не предавайся греху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Зачем, говорит Слово Божье, тебе не в свое время умирать? Не будь безумен, не будь глупцом». Это не Божье определение для многих людей, которые рано умерли. Это не Божье определение. Бог не определил для многих. Да, если для некоторых Бог определил недолгую жизнь. Но для многих дольше Бог определил. Но из-за того, что человек, он избирает грех. Из-за того, что предается греху. Написано, зачем тебе умирать не в свое время? Для чего? Это не я так хотел, другими словами. Как бы Господь хочет сказать нам. Это не я хотел, чтобы ты так прожил или закончил свою жизнь. Но из-за того, что ты делаешь вот эти безумные, этот выбор. И потом пожинаешь вот эти последствия. Но знаете, Бог, Он изменяет по Своей милости. Иногда по милости. Но если человек кается, Бог изменяет намерение. Езекииля, 33 глава, 13 стиха. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят, неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступит от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. А когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите, неправ путь Господа, я буду судить вас в дом Израиля, каждого по путям его. Была претензия израильского народа, и я так думаю, что некоторые говорили, что путь Божий неправ. И Господь говорит, что разве мой путь неправ? Из-за того, что человек, он обращается к Господу, грешник, и знаете, по-настоящему, настоящее покаяние, обращение к Богу, когда грешник, он оставляет свои дела. Грешные дела и начинает делать правду, начинает делать праведный суд, как написано. Тогда Господь говорит, из-за того, что он обратился и начал ходить по моим законам, он за это будет жив. Но праведник, который понадеялся на свою праведность и сделал неправильно, из-за того, что он сделал неправильно, он может погибнуть. И вот эта праведность ему даже не уменится. Поэтому Бог, он смотрит за жизнью каждого из нас. И нету такого, чтобы у Бога что-то было, как у человека, знаете, что-то недоглядел, недосмотрел, где-то что-то упущено. У Бога такого нет. У него все работает, как, я не знаю, как можно сказать, как часы. Все работает. Все правильно. И Бог не опаздывает никогда. Бог знает жизнь нашу, Он знает наше хождение пред Ним, намерение знает, знает покаяние человека, знает, когда человек, он где-то и оступается. Но я благодарю, что есть милость от Господа, есть Иисус Христос, слава Иисусу Христу. И знаете, когда человек обращается к Богу, Бог милует, прощает и, знаете, вытягивает его, бывает, с такой ям, из такого рома погибели, поднимает его. Но, к сожалению, иногда человек, он может за это забывать, за эту Божью милость. Пускай мы этого не забудем. И знаете, покаяние, оно меняет такое намерение Бога, знаете, наказать человека. Когда человек, он кается, помните, за Неневью, когда они пришли в покаяние, Бог пощадил целый город. И много можно приводить примеры. Когда Бог, он миловал даже царей, которые каялись, Ахав, который смирился пред Богом, постился, потому что Бог определил для него. И Бог говорит к Илье, посмотри, как он смирился. Из-за того, что он так смирился, из-за того, что он так покаялся, я не наведу бедствие в его дни. Из-за того, что он покаялся. И мы знаем, Монасия, который грешил, очень много грешил, и его даже в плен взял, или такого уже грешного написано, не было царя. Но там покаялся он в другой стране, и Бог возвратил его обратно на царство. Обратно. И, знаете, вот это такой Божий гнев или определение, когда человек кается, Бог меняет по своей милости. Но также мы знаем, что когда человек, он отступает от Господа, он теряет благословение. Мы знаем за непослушание Саул, он потерял благословение, он потерял царство. И Бог говорил, я бы утвердил твое царство, я бы сделал быть сильнее, и потомки твои бы царствовали. Но из-за того, что ты уже очередной раз ослушался меня, и, знаете, к сожалению, Саул так и не покаялся. К сожалению, он так и не осознал до конца этого. Также мы знаем, за израильский народ, знаете, Божье определение было, чтобы они прошли пустыню за 40 дней. Но из-за того, что они не верили, роптали, из-за того, что неправильно себя вели, им пришлось в этой пустыне 40 лет ходить. И, к сожалению, многие из них, или почти все, они не вошли в обетованную землю. Дети их вошли, внуки вошли. Но они, к сожалению, из-за того, что, ну, определение было только за 40 дней. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господа. Только определенное. О чем я говорил? Я говорил, что есть определение Божье независимо от нас. Но есть определение Божье на нашу жизнь, и оно зачастую зависит от нас. Зачастую оно зависит от того, как я поступаю, как я хожу пред Богом. И состоится ли Божий план моей жизни и Божье определение в моей жизни. И я бы хотел еще сказать за то, что, ну, если Божье определение есть, почему все-таки, неужели это Божье определение, чтобы человек, он проходил, верующий человек, который любит Бога, служит Богу, старается, проходил трудности. И мы знаем, что это бывает, бывает такое, и мы знаем очень яркий пример за Йова, который пережил потрясение своей жизни в великое горе, и это было допущено Богом. Это было для него как испытание. Мы знаем за Авеля, который пострадал от руки брата своего, который был праведным. И можно сказать, ну, почему так сталось? Это как-то незаслуженно, несправедливо. Но, знаете, это тоже, знаете, и с этим иногда очень тяжело смириться. Тяжело смириться, когда ты незаслуженно пострадал. Когда ты пострадал, и сейчас, особенно в Украине, много людей, которые незаслуженно пострадали, которых, ну, ни за что, они не виноваты. Но я бы хотел вместе с вами помолиться об этих людях. 1 Петра, 4 глава, здесь записаны такие слова. 12 стиха. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Тем и он хулиться, а вами прославляется, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный, где явятся и так, страждущие по воле Божией, да предадут Ему как верному Создателю души свои, делая добро. Братья и сестры, даже верные, они могут пострадать. Они могут пострадать, и это тоже может быть определение Божие на их жизнь. Это может быть то, что Бог определил, как я уже сказал, за Иисуса Христа написано, что так было определено, так было предначертано, или так было написано, как Иисус говорил ученикам, чтобы так Иисус пострадал и вошел во славу Свою. И верующий человек, который верует в Иисуса Христа, у него в жизни могут случиться разные переживания в его жизни. И это может быть допущено Богом для того, чтобы написано для огненного искушения, для испытания вам посылая его, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это может быть допущено Богом для испытания нашей веры. И написано, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Радуйтесь, это, конечно, это нужно иметь только, я думаю, такое глубокое понимание, чтобы радоваться. Или откровение вот этого местописания, и написано, если злослое от вас за имя Христова, то вы блажены. Если я как христианин, и если я стараюсь жить как христианин, и за это я страдаю, то написано, что вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий, Он почивает на вас. Из-за того переживания такие, из-за того такие гонения бывают на христиан даже в это время, даже в Америке, братья и сестры, человек, который хочет жить благочестиво, он будет гоним. И, к сожалению, даже может теми братьями и сестрами, которые не бодрствуют, к сожалению, может выливаться на него такая клевета. Такие гонения, это бывает не только, знаете, от неверующих, к сожалению, но бывает плотской, он начинает гнать духовного. Как написано, Саул, он гнал Давида. Плотской уже, он стал плотским, хотя начинал правильно, и начал гнать духовного. Начал гнать того, на котором было помазание Божие, потому что был не в правильном состоянии. И поэтому написано, если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулиться, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, вор, злодей, посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись. Если мы страдаем, как христиане, написано, не стыдись этого. Ничего здесь стыдного, но прославляй Бога за такую участь. Интересно, что ученики, они даже радовались, что для них выпала такая честь пострадать за Иисуса Христа. Представляете, они шли, радовались, их побили, им хорошо дали. Тоже на то время, так бы сказать, священники. Священники, это фарисеи, это другие, которые были, ну, такими были, к сожалению. И написано, и так, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро. Братья и сестры, я говорил о том, что я хотел бы вместе с вами помолиться за тех людей, которые пострадали несправедливо. И для которых, у которых вопросов много, знаете, и которым очень тяжело. И действительно, есть такие переживания, когда человек не понимает, за что, почему, и для чего, знаете, и для этого человека непонятно, непонятно почему. Почему? И бывает даже для неверующих непонятно почему. Но пусть Бог поможет таким людям просто, знаете, довериться Богу. Ну, принять то, что, ну, раз Бог так определил, я не виноватый, но раз Бог так определил. И, знаете, это очень, очень тяжело бывает, смириться с этим. Потому что, ну, есть разные страдания, есть очень тяжелые, братья и сестры. Я бы хотел помолиться вместе с вами об этом. Давайте помолимся. Аминь. Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе, Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.